Мать не любила Валерку. Так иногда случается, когда ребенок нежеланный. Ее, молодую девчонку, только что окончившую техникум, изнасиловал незнакомый подонок, затащив в кусты. Он повертел перед ее носом ножом. Потом пару раз стукнул кулаком в лицо, да так, что девушка на время потеряла сознание. Когда она очнулась, дело было уже сделано, и насильник удалялся от нее быстрым шагом. Спасибо, что не убил, пронеслось в голове у Варвары. Она часто видела по телевизору программы про серийных убийц. Девушка потеряла невинность, а вместе с ней и веру в мужчин, в любовь и справедливость. Заявление в полицию подавать не стала. В те годы такое было не принято, стыдно и неловко. Расспросы, экспертизы, протоколы. Нет, Варя точно не перенесла бы такого позора. И она скрыла это преступление от всех. Через какое-то время девушка поняла, что беременна. Да только избавляться от ребенка было уже поздно, все сроки прошли. Она ушла из общежития, сняла маленькую комнатку и стала ждать декрета. Валерка родился в положенный срок, крепким и здоровым малышом. Варя все думала, что как только возьмет на руки своего сына, то сразу полюбит его раз и навсегда. Но не случилось. Не пришло. Девушка она была правильная, хорошо воспитанная родителями, поэтому малыша своего не бросила, не оставила в роддоме, решила, что вырастет его, как положено матери. Варе приходилось работать на трех работах. Она редко бывала дома, но у Валерки было все. Он был накормлен, обстиран, одет и обут, но только не обласкан материнской любовью. Варя рано отдала мальчишку в детский сад, забирала его только на выходные. Потом школа. Мальчишка был очень самостоятельным, сам учил уроки, ходил в магазин и даже готовил ужин, зная, что мать придет уставшая с третьей работы. С самого раннего детства Валерка недолюбливал собак. А недолюбливал, потому что боялся. Это пошло с того случая, когда пьяный сосед натравил на мальчика своего огромного пса. Валерка тогда весь день просидел на крыше гаража, а внизу рычал и скалил зубы пес по имени Буян. С тех пор Валерка не подходил близко к собакам, да и вообще в те годы еще не принято было держать собак в квартирах для удовольствия. Собаки охраняли частные дома, поэтому это были большие, сильные животные, которые своим одним грозным видом наводили страх на потенциального нарушителя территории. Этим вечером мать объявила сыну, что ему придется год пожить в небольшом поселке у ее родной сестры, Валеркиной тетки. Варя решила на год поехать поработать вахтовым методом. Надо денег на квартиру заработать, оправдывалась мать. А то, что это мы с тобой все по съемным квартирам перебираемся, пора своим домом обзавестись. Валера, не по годам взрослый, все понимал и поддерживал мать во всем. Надо, значит надо. Тем более, что тетушку он свою любил, и она его тоже, поскольку своих детей у нее не было. Она частенько отчитывала младшую сестру за чрезмерную строгость и холодность в отношениях с сыном. Причин такого поведения она не знала. Ей было неизвестно, что произошло с Варей 8 лет назад. Так Валерка оказался в небольшом поселке городского типа. В поселке было небольшое предприятие, гончарное производство по выпуску глиняной посуды, а его тетушка работала там художником, расписывала посуду. Самая большая проблема была для Валерки, когда он должен был за какой-либо надобностью идти к тете Свете на работу. Чаще всего он приносил ей обед или бутерброды к чаю. Проходную там охранял огромный пес, которого звали Мухтар. Угрюма он смотрел на Валеру, который, вжимаясь в стену, пытался проскользнуть мимо него. Однажды он целый час не решался пройти к тетушке в цех, потому что на дороге лежал Мухтар. Он только что получил от сторожа вкусную косточку, и любое посягательство на свою добычу он пресекал злобным рычанием, после чего Валерка застывал на месте. Только после того, как Мухтар закончил грызть кость, он лениво встал и удалился, освободив мальчишке дорогу. Тетя спросила его тогда, где он так задержался, но Валерке было стыдно признаться, что он боится пса, который живет на проходной. Часто, чтобы пройти мимо злобного пса, Валерке приходилось отдавать ему часть бутербродов, предназначенных на обед тете Свете. Пока Мухтар ел бутерброды, парнишка медленно обходил его и быстрым шагом мчался в цех, где трудилась его тетушка. Самые удачные дни для Валерки были те, когда пса спускали с цепи побегать, и его не было на заводе. Пес сразу же становился совершенно другим, он переставал быть охранником. Кроме воли и свободы, в данный момент его ничего не интересовало. Он бегал по всему поселку, убегал на реку и резвился там в высокой траве. В этот момент люди переставали для него существовать и представлять какую-либо угрозу. Но если Мухтар заставал мальчишку, смело идущего по территории завода, то молча подходил к нему и ждал, когда Валера откроет свой рюкзак и даст ему бутерброд. Крикнуть, толкнуть или по-другому воздействовать на собаку, у мальчика не хватало духа. Так прошел тот самый год. Наступила глубокая осень. На реке начинал замерзать лед, но пока еще не был крепок. В этот день за Валерой приехала мать. Сестры давно не виделись, поэтому Варя решила погостить пару дней. Она купила квартиру и хотела забрать сына домой. А Валера решил порадовать маму и тетушку наловить рыбы на уху. Надев пальтишко и взяв удочку, он пошел к реке. У старой мельницы, на шатком мостике, мальчик давно полюбил рыбачить. Закидывая удочку и вытаскивая рыбешек, мальчик радовался, что тетушка и мама будут им гордиться, какой он у них взрослый мужчина-добычек. Наконец рыба набралась на целую сковороду, и Валерка решил возвращаться. Собрав свои нехитрые снасти, он повернулся. Одно неловкое движение, и парнишка спиной вперед полетел в воду. Ватное пальто тут же напиталось ледяной водой, резиновые сапоги были полны. И все это стало тянуть его на дно. Мальчик барахтался, размахивал руками, громко кричал, пытаясь звать на помощь. Обиднее всего было то, что дом и люди были совсем близко, но старую мельницу было плохо видно, и слабый голосок мальчишки до людей не долетал. Вдруг какая-то черная тень промчалась по берегу и прыгнула в воду рядом с ним. Кто-то вцепился ему в воротник, не давая уйти под воду. А по берегу уже бежали мама и тетя Света. Они вытащили мальчика на берег, который был без сознания, а следом, тяжело дыша и отряхиваясь, выходил Мухтар. «Валера, сыночек, только не умирай!» — кричала Варя изо всех сил. «Сынок, счастье мое, жизнь моя, только не уходи! Живи, я тебя умоляю! Что же я буду делать без тебя?» Мальчик открыл глаза и, не боясь ничего, обнял за шею своего спасителя. Пес лизнул мальчика в лицо и пару раз вильнул хвостом. Варя прижимала к себе обоих, и любимого сына, и грозного пса. Такси подъехала к дому и, попрощавшись с сестрой, Варя села на переднее сиденье, сзади уютно устроился Валерка вместе с Мухтаром. Втроем они отправились жить в новую квартиру, а мальчик и пес стали лучшими друзьями на всю оставшуюся жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok